Ни притча. Что можем мы из этого взять? Был бесноватый. Таких явных у нас тут нет. Вроде на стенку никто не лезет. При пении Чарувимское ворох не падает. При выносе Евангелия после ночи не кричат, как случается в храмах. Вроде нас эта чума избежала. Считали до нас миллионы людей этот рассказ. Думаю, что не одна тысяча было проповедей. Но почему-то нигде я лично не встретил, даже у протестантов, что нужно взять из этой притчи для каждого из нас. Исцелился. А дальше? Давайте посмотрим его биографию. В первую очередь мы не знаем, за что так случилось с ним. Проследить бы хорошо несколько биографий. Может быть из истории. За что это случалось? Как правило, за грех. Редко, редко, когда допускает Господь для прославления своего имени. Это беснование, это не слепота. Он или родители согрешили. За грех. Лично я с кем разговаривал, все до одного отвечали. Во время. И называют, какой грех, я могу назвать в точности до одной секунды, когда он в меня вошел. Его друг, я считаю, в первом томе творения святого Иоанна Златоустова. У него был хороший, близкий друг, которого он любил с Тагирей. И внезапно он в среднемощи соскочил и побежал не в ту сторону, закричал. Златоуст с ним после беседовал. Что случилось с тобой? Он говорит, не знаю, я спал и вдруг вижу большая черная свинья подскочила ко мне, я раскрыл рот, и она в меня залезла. И он стал бесноваться. Беда еще была в том, что он был из богатой семьи. И отец был против. Поломали карьеру ему, моносе. Но Иоанн Златоуст говорит несколько проповедей о провидении, что у Бога это было все предузданно. Скажи, ты вот когда пришел к нам в церковь, ходил, ты ревностный был или нет? Ну, как я себе могу сказать? Неревностный. Что тут уже мять это? Вы что есть, что нет? Вас нигде не видно. Ни пропадите по городу. На занятиях нигде нет. Что так домой? Ведь так же было. Да так. А сейчас? Ну, что ты? Сейчас я с молитвой не схожу. Я каждую ночь молюсь. Его водили на вершины гор, к самым знаменитым отшельникам не помогло. Иоанн Златоуст молился. Молитвы читал, которые считают наизнание демонов, при крещении над всеми. Бес сидит, не вылазит. И, наконец, Иоанн Златоуст говорит, это для прославления Бога. Велика награда Твоя, что не тело, а душу Бог отдал на растерзание. Устоишь ли ты здесь? Устаю, Отец. У меня такая сейчас ревность, такая молитва. Мне кусок в рот не идет. Я бы день и ночь постился. Я все отдал бы. А что у тебя есть? А ничего нет. Я уже все отдал. Вот видишь как. Тебя не могли ни молитвы, ни дружбы со мной наставить, чтобы ты огнем горел. А вот свинья эта черная заставила. Ты смотри, какой ревностый стал теперь-то. Ты опаздывать не стал на богослужение. Вы что ждете, чтобы в каждого свинья залезла, чтобы не опаздывали? У нас есть устав написано. Опоздал, стоя здесь. До какого момента? До оглашенной изъедения. А если оглашенной, значит всю службу стоишь, да. С миром изъедем. Туда не долазить. Вы понимаете, по-малому накапливается в человеке что-то. Там противление, тут. А тебе уже искренне не молятся. Ты опротивился, я померзел. И тогда получается человек незащищенный. И вот с таким человеком, который полностью был одержим, которого бес гнал в пустыню, где не было и людей-то. То есть он был один, а один означает моно. То есть готовый монах уже был. Я все на свое ворочу. Почему ни разу не исследовали этот момент? Что когда он исцелел до этого момента, берут Адаши-то. Ведь он хотел быть с Господом. Ему так хотелось, чтобы не повторилась та трагедия, которая была. Почему исцеленный хромой в деяниях апостолов скакал и не отходил от апостолов? Феопилак говорит, он боялся, что если отцанут апостолов, то как бы мне опять ноги-то не подкосило подагра. Как бы у меня опять колено-то не загнулось в сторону. Он боялся отстать от своих избавителей-лекарей. Так и этот, с Господом я пойду. Не надо. Вот у людей церковь, мы видим, пошла по другому пути. Кто уверовал, скорее его отвезти и спрятать. И главное научиться молчать. Молчание это золото, молчание дольше всего. И сколько тут поговорок даже мирских есть, а у монахов это главное молчание. Да вот нам живой пример. Даже бесноватый, даже с Господом наяву хотел быть, и Господу это не угодно. Для вас лучше, если я уйду. Я пришлю Духа Утешителя. И Он вам напомнит. Иди и возвести. Куда? Иди туда, откуда ты родом. Меня все отреклись. Иди, я тебе сказал. Вот если бы этот голос Христа был услышан в монастырях, в монахах, Господь бы пришпилил их этими словами. Это вы что делаете? Зачем вы людей запечатываете? Зачем вы снова их ставите в гробницы, где они были? Две тысячи лет этим путем шли. Я считаю, прихожу в ужас, что до меня никому не открыто было. Златоуст этого не видел. Восели Великий Петлю пишут устав особый. По коме потрудился. Десятки тысяч заморил. Великие слова. Как это на суде Божьем будет выглядеть, когда шло вопреки евангельского научения? Что это рассказ считается для чего? Чтобы только здесь прочитать, выйти, благословить, занести книгу, опять поставить, и неделю она пылилась, лежала. Или что-то нам взять надо? Когда Златоуст говорит, ни одной буквы не оставляй без внимания. А это история. Страшная история. Трагедия человека, который исцеленный. И он пошел-то другим путем. А сейчас он беснуется. И сказали в том-то монастыре, и Фимию написали письмо. И Фимию сразу, я могу тебе послать исцеление. А ты монашество примешь? То есть ты опять в гробницу залезешь? Ты позволишь мне тебя кирпичом заложить там? Что, это евангельский путь? Почему ни один, ни один в житиях святых не сказал, я могу дать тебе исцеление именем Иисуса Христа, под условием, если ты пойдешь обратно туда, куда Господь послал, и будешь проповедовать? Ни одного, в 1173 жития, ни одного, да явно не тем путем церковь шла. Я не говорю о всей церкви, о тех, которые власть захватили, монашевство, черное, священство. Совершенно в другую сторону гнали людей. Опять в гробницу запечатали, повторяю, 1275 огромных гробниц было в России перед революцией, монастырей. Да ведь это не игрушка. Ведь если это все взять, 57 тысяч храмов было, и ни в одном храме, ни одной проповеди за тысячи лет не прозвучало о том, что человека, которого вы найдете в мире, не вытаскивайте его, не прячьте его, а научите его, исцелите его, и теперь пошлите его. Господь говорит, верующий в меня, спасется когда? Следуй за мной. А за Господом следовать когда можно? Ну до того момента, пока встретился, а дальше, а дальше он посылает людей. Даже апостолам говорит, что не с вами мне быть, я ухожу на небо, а вы идите в мир, последний наказ, не сидите, вот только вам сидеть, где сидеть, сидите, ждите обетованного Духа Святого. И как только обречетесь, запятая, для свидетельства в мире. И это непонятно. Даже открытым текстом все написано, чего же тут шифровать-то? Ну, богослужащие зашифровали, не разобраться тут нам, без толкования. Но тут-то все открыто. Иди и возвести, что сотворил с тобой Бог. И он пошел, и начал проповедовать. До слова-то проповедь, это кому она известно? Ну не верите мне, пойдите в знаменовский монастырь, зайдите в храм, поговорите с этими метроносными, с блестящими шапками. И скажите, вы кому, когда человек пришел из мира, сказали после крещения, прямо в крещении, вот тебе купель, вот ты рождаешься, духовное рождение вы говорите, давайте все примем, как говорят. И кому вы сказали, выходящим из купели, и так, иди возвернись, и возвещай на работе, где ты был в партии, иди в партию, и теперь туда. Ведь не одному. Или я придумаю что-то? Почему Слово-то Божие мертвым стало? И то, что я сейчас говорю, мне сейчас попырот заткнут сразу в львом храме. А я что криминального сказал-то? Я просто говорю, откройте глаза. Ведь мы-то будем судимы по Евангелию. Господь нас спросит. Вы что, никогда не читали это Евангелие от Луки 8 глава? Господи, слышали, торжественно выносили пудовое Евангелие. Это Евангелие, если упадет, ногу отшибет. Может, действительно корочки на ноги всем перешибло уже? И вы не слышали, что я сказал, да написано, это были образы для нас, образы, чтобы мы брали пример. Кто взял пример? Назовите мне одного за тысячу лет в России. Одного, двух не надо. Я завтра буду у могилы его стоять, вопиять к нему. Я вам заранее скажу, не услышите нигде. А если было, я сам прорвался через эти преграды. Я решил посмотреть. Он сказал, иди и проповедуй, что Господь сотворил. Да, тебе-то, Господи, Господь дал, вот, видишь ты. А мне Он что дал? О чем же я буду проповедовать? Да и ты мне скажешь, меня Господь посылает сегодня, я поняла Бога. А проповедовать о чем? Что Он мне сотворил? Бесновато я не была, не разводилась, живу нормальной жизнью. О чем мне проповедовать? На слово проповедь я уже говорил десятки проповедей. Решил с этой стороны зайти, а каждому конкретно, какую программу Бог заложит сегодня под язык ваш. что Вы будете говорить тем, кому может быть уже проложена дорожка Духом Святым, кто предуставлен к вечной жизни, на работе, знакомыми, с соседями, подачи, путешествуете. У каждого-то своя какая-то программа, ты моими словами не выразишься. Насчет меня собиралась целая епархия, был знакомый священник. Вот он говорит так, ведь грубая слава говорит, он говорит, ты видишь, он неграмотный и Академию, говорит, не кончал. Пытались подражать, бесполезное дело. Один сказал, это дано только одному так, больше никто так не скажет. Кроме порока Иеремии никому не было дано сказать о том, что откройте ворота врагу, запустите Гитлера в Кремль, сложите оружие, да сразу бы расперзали, даже не дали предложение окончить. А ведь это фактически то же самое было. Да он в рак наследует в платуе к Москве, к Иерусалиму подошел, я сказал, откройте гробницы, откройте двери, отдайте врагу сокровища. Насыпало время пленения. Мы не пошли, мы пошли в другой плен. Мы плененные, мы свои хуже побежденных в сотни раз живем, если не в тысячи. Побежденные, ты смотри, как идут, а нам давали в 90-х годах, а какие посылки, спонсорскую помощь послали сюда, благотворительную. Что мы находим? Вот несколько моментов о проповеди. Мне света не совсем хватает, так вот по церковному красиво со свечкой буду говорить. Вот. Салмопевец зовет на 17-й Псалом, говорит, небеса проповедуют славу Божию. И о делах рукой вещает твердь. Может быть, мы к небесам в ученики поступим? Может, астрономию на чем изучать? Понимать о звездах, о луне, как все Бог прекрасно сотворил, а и так легко, хоть днем, днем стоишь, возьми солнце, соратники. Ну, если солнце не стучит, но и земля проповедует о славе его. Начни по земле говорить, как Господь делал. Вот первый учитель наш, небеса проповедуют, а я-то не знаю. Я подумал, может быть, ученики нас примут? И земля возбещает о делах рук его. Да безбожьим-то нужно сказать, что был бы дождик, да был бы гром, да и не нужен агроном-то. Да покажи, от кого дождик да гром, да кто это все дает. Далее, Псалом 34, 20 мой. Язык мой будет проповедовать правду твою всякий день. Но тут посложнее. Правда Божия узнается из Евангелия, из Библии, от книги бытия. Узнай правду Божия в том, что он истребляет нечестивых, потопляет, сжигает, уничтожает все эти садомиты, все эти нейтронационные секс-меньшинства. Это дрова пакли в печь. Ты им возвести это. Ты посмотри, как они сбунтуются. Все эти издатели мод разрезанной юбки еще пытаются во двор ко мне, чтобы сюда не заходили с этим. Это все пойдет в огонь. Вот мы нашли уже. Салмопевец говорит 39, 6. Я хотел бы проповедовать о чудесах твоих, но им нет числа. Не то, что ни одного не припомнить, а числа нет. Он стал смотреть, как я чудно родился. Это ребенок, там у него и рот, все готово, плавает в жидкости, не задохнулся, ничего. А колоплодная, говорит, жидкость, чудо Божье. Лежал в животе, и почему же я не переварился вместе с пельменями, которые мама ела-то. Вот это чудо, говорит Ездра. И себе внутри все это сохранялось. Об этом можно проповедовать? Да об этом криком кричали святые. 138-й псалом полностью этому посвящен. Зароды, что вы видели, очи мои. Ты назначил для меня дни, последний день, как я буду вздыхать в предсмертной агонии. У тебя уже записаны там, когда ни одного дня не было. О чудо Божие! Я хотел бы проповедовать. И не от недостатка тем, а от избытка. Я не знал, за что ухватить. О чем сказать? Вот его гонят. Он только пересел, сразу раз записную книжку, ага, звезды на звезды пишут. Смотрит что-то и опять. Все дышащее досхвалит Господа. Есть такое предание, будто бы он писал небеса дославить, девушки дославят, юноши дославят Бога. Все, последний псалом. И в это время смотрит в печали, прыгает лягушка. Он махнул рукой, не перечислить. Все дышащее дославит Господа. Иногда смеются, у меня крысу заедает, так что и она славит Бога, славит. Из этого стиха нам никуда не выйти. А вошь, который грызет меня, и она славит. И отестахозы в нас споют какую-то аллилую Богу, что попался наконец жирный грешник, хоть досыто наедется. Салом 49, 16. А грешник уже говорит Господь, что ты проповедуешь уставы моим и берешь завет мой, а нарушаешь. Проповедники, будьте внимательны. В первую очередь здесь чистый хуст, ничего, пользы никакой не будет. Хотя люди могут обратиться. Сначала очисти путь свой. Что ты проповедуешь, Бог спрашивает. 144, 10, 11. Ну, это да проповедует славу Божию и царство Твоего. Это такое всеохватное понятие о царстве Божьем и на земле, и как Бог все дает, и об этом надо проповедовать. Учисься проповедовать. Иди возвести, что тебе Бог сотворил. Тебе Бог сотворил, ты до этих лет дожила, ты увидела радость, ты осталась одна, благодари Бога, что на тобой не измывается муж. У тебя муж есть, и все-таки тебя не убил. Благодари Бога. У тебя и дети есть, и ты радуешься, благодари Бога. И возвести людям о тех ошибках, какие были. Почему не с тобой родство твои, отростки твои, а за них отвечать еще на суде будешь. Я знаю, о чем проповедует, Давид говорит. И Исаия 28, 9. Когда люди проповедуют, а другие не слушают, они говорят, кого хочет вразумлять этот проповедник? Младенцев, отнятых от Грузии, мы все знаем. Что ты говоришь, я давно уже забыл. А я говорю, поговорка, я и пришел напомнить, хорошо, что ты сказал. Я про все эти истины говорю. Исаия 52, 7. Как прекрасны ноги благовестующих мир, проповедующих на горах Господних. Посмотрите на свои ноги. Если они больные, вены, как они прекрасны. И как больны ноги тех, которые стоят и не проповедуют на одном месте. Это особенно касается находящихся в алтарях священники, профессиональная болезнь, венозная. Ходить надо чаще, ездить, проповедовать, свидетельствовать. Исаия 61, 1. А что проповедовать? Проповедовать пленным освобождение. Кто такие пленники? Грешники, плененные грехом. И скажите, Христос пришел, Иисус умер, Иисус провел кровь свою, Иисус придет судить этот мир, Бог Его послал его по любви к нам. Проповедовать пленным освобождение. Да я не могу избавить, тут у меня сын наркомания, другой сидит. Это пленники. Отпобождение только во Христе. Так что ему сейчас амнистия будет? Не будет. Зачем? Он там будет как в Сагире лучше себя вести в тюрьме-то. Это и хорошо, что такие узы дали. Никогда не хлопочите за безбожников, чтобы освободили его. Ему тут не полезно быть. Здесь смотри, как он сквер навел, а там он ни один пишет, уже и псалтырь завучивает. И книги наши все берет и считает, и другим дает. Евангелисия Иоанн, мы считаем, вернее, Иона 1-2. И вот он послан был Богом в Ниневию, потому что злодеяния ее дошли до слуха Господа Саваопа. Неужели на нашу страну жалобы нет, кого нет? Да по одному этому ЖКХ крик какой стоит. На одной это БТИ уже, наверное, в одном Барнауле миллион жалоб только. Я уж не говорю на суды, когда все извращено, по правде не решают. Да жалобы уже переполнили эту чашу. Я проповедую об этом, опомнитесь, люди. Придет другая нация, они лучше нас будут управлять с землей друг с другом. Надо об этом проповедовать. Мы этим государство свое будем сохранять. Быть может, остатки русского человека останутся на земле. Пророк Михея, 3 глава, 5 стих. Так говорит Господь на пророков, вводящих в заблуждение народ мой. Пророки, это проповедники, которые грызут зубами своими и проповедуют мир. А кто ничего не кладет им в рот, против того объявляет войну. Это наша ситуация. Если кто не был, скажу на прошлом занятии, у нас был проректор университета и сказал на вас жалобы с епархией. Жалоба? Я жалобу знаю, какая, чтобы нас оттуда выгнали и еще один. Но мы вас давно, говорит, знаем. И поэтому никакого хода бумаги не даем. Я правильно его понял? Все. Что это означает? Ну вот что, в рот не кладешь, объявляют войну. Я читаю и сразу вижу. А что это? Это искушение. Будем молиться, чтобы Бог там вразумил, вину не поставил на суде Божьем это злодейство. Матфея 4,17. Иисус проходил, проповедуя покаяние, говоря, приблизилось Царство Небесное. Вот о чем проповедовать. Далее 4,23. Проповедовал Евангелие Царствия, что есть покаяние, даром даруемое спасение, и вход в Царство Небесное свободен. Матфея 10,27. Проповедуйте на кровлях. То есть во всеуслышание. Особенно касается тех, кто имеет доступ к интернету. Это высокая крыша сегодня. Видимо, это через спутники вся же связь идет. Вот куда уже забрались. Это наша проповедь. Молитесь об этом. Матфея 24,14. И будет проповедана на сие Евангелие Царствия по всей Вселенной. Попадаем ли мы в это число, кто будет проповедовать? Попадаем ли в число исцеленных, которых Бог послал проповедовать? А люди, одержимые грехами, это бесноватые. Не надо понимать так, что только с цепями связаны. Нас законы, УЗы, государственная статья Уголовного кодекса, гражданского, они не могли связать, пока нас Господь не призвал. Ну, ты себе видишь, какие в тебе изменения произошли после того, как ты услышал о Боге. Ты, наверное, и дома заметили это. А если не заметили, я напрасно тружусь, говорю это. Ну, не могут они не заметить. Только в деяниях апостолов слово проповедь встречается 34 раза. В одной книге, не такой большой, 28 глав, и 34 раза слово проповедь звучит. Тысячу лет прошло в России, и нигде призывок проповеди нет. На каждой исповеди священники должны были запрашивать. Вы рады, что вас Господь исцелил? Да. Вы проповедуете, я вас благословляю, потому что я Иисусов служитель. Я хочу делать так, как Иисус, освобожденного от греха, не запечатывать в монастырь, а посылать. Не дома сидеть только. Даже больной, за которым ты ухажешь, дослышится от тебя благую вещь, что Господь любит тебя, он высший жребий тебе уготовил, как евнуху. Деяние 8.35 И проповедовали Слово Господнее Евангелие. 9.28 И проповедовали во имя Господа Иисуса. Когда будете говорить, не забывайте эти слова. 10.42 Он повелел проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть предрещенный от Господа Бога Спаситель. Вот о чем говорить надо. Мы прямо программу находим, вот запиши эти все места. О чем проповедовать? 16.6 Но однажды они не были допущены Духом Святым проповедовать Слово Васии. Почему? Это осталось тайной. Мы не знаем, потому что выходит так, что Он более нужен был там, где Его ждали. Тогда Ведение говорит, к нам приди, к нам. А Он вымерил по карте, я должен там быть. А может нам не здесь проповедовать надо? А может быть там эти македоняне сидят в Московской Патриархии и сегодня день и ночь вопят к Богу некоторые говорят, дай Господи свет. Никто не проповедует. Но мы-то уже это знали. Мы можем, знаете, ворвать все к ним с каким светом, с каким ветром. Поэтому сегодня надо довериться Богу. Пока мы с места не сбегаемся, мы просим Бога. 19.9. И ежедневно проповедовали по городу. Деяние 20.25. Апостол Павел, когда прощался, я между вами жил, ходил и проповедовал. Когда мы будем уходить из жизни, можем ли мы это сказать? Я вот скажу вам, я среди вас ходил, жил, проповедовал, надоедал. Это слово могу применить к себе. Златоук говорит, присваивай. И чтобы войти в этот стих, чтобы он был твоим. И измени отношение к проповеди. Начинай свидетельствовать. Не молчи, у нас есть материалы. Материалы, которые даже бесплатно раздаем, о крещении и другие. Не забывайте, что у нас в двух странах люди. Одна сестра в Германии, другая еще там оглашенная в Таиланде уже находится. Они набрали с собой материалы. Притом фактически снятые все книги с ними. Простите, чтобы посланные люди возвещали об истине. Она нам открыта во всей полноте. Вот Павел так учит. А Петр? И Петр так. Первое Петра, 1,25. Слово Господне пребывает вовек. Это то слово, которое мы вам проповедовали. Поясняет. Оно вовек пребывает. Оно нетленное. Хорошо. И Павел Кримином, 22. Поповедение. Плохо, когда ты говоришь, а делаешь наоборот. Как ты будешь говорить против собака, если сам куришь? Ты проповедуешь не красть, а крадешь. Соответствовать надо. А уча другого, ты сам себя учишь. Ирина 10,15. И как проповедовать, если не будут посланы? Я хотел бы узнать, а кем они должны быть посланы? Проповедники. Вот в сегодняшнее чтение, говорится, Иисус послал, иди, и Он пошел по городу, проповедуя, что сотворил Ему Господь. Кто Его послал? Ну, тут ясно, что кто? Сам Господь. А Павел говорит, и как проповедовать, если не будут посланы? Да кому еще не знаете? Посланы должны быть. Посланы! И посланы должны быть кем-то определенно. Если есть посланы, и есть пославшие. Кто пославший-то? Ну, неужели не ясно? Руководители. Это епископы, патриарх, авы монастырей. Ава-то должен тоже это исполнить, что написано. Что он должен был? Распахнуть ворота и сказать, братья, дорогие, простите, мы вас маленько задержали на 2000 лет, ну, выходите уже. Идите, святые мощи, свидетельствуйте мертвым мощам там. Вот ведь, что сегодня должно было. Православие должно принести всеобщее покаяние за уморение сотен, тысяч людей, которые не вышли на проповедь. Они не услышали от Ява этот голос. Итак, как проповедовать, если они будут посланы? Надо молиться, чтобы Господь пробудил священников, епископов, чтобы они посылали. Тут написано прямо, без посылающих-то как, а батюшка нас не посылал, а батюшка не сказал, батюшка, доверие-то установил свое, как за Бога, как и она, Караштадского могут считать его. Так батюшка, ну, проповедуй ты с самых других посылай. На каждой исповеди их трепи за это дело. Не проповедуй, а почему ты не проповедуй? Ведь это же прямая, прямая обязанность каждого христианина. И криминам 9.11. И он заповедовал проповедующим Евангелия жить от благовестия. От благовестия проповедующим Евангелия. Когда проповедник идет, его обязаны кормить. Ну, на этом и все, только накормить. А накормить и одеть. Не сказано. Что-то другое. Посылает батюшку. Я говорю, ну и как? Мы все для батюшки сделали. Дом купили. А он сказал, мне надо ездить проповедовать. Что машину? Кое-кое как собрали, там коровенку продали, купили. А он сел и уехал на машине. Приходит ко мне жалуется. Не надо ничего, нет. Не написано, что благословены колеса, хотя они могут быть благословены. Благословены ноги. Сначала евангелизируй там, где ты находишься. И 9.18. Награда будет тогда, когда будешь благовествовать безмездно. Итак, мы не видим, чтобы Бесноватому была обещана какая-то другая награда, кроме того, что он выполнит поручение Господа. А что награда будет, это несомненно. Петр сказал, а что нам будет? Вот мы пошли на проповедь, оставили. Ну что-то оставили, все равно у нас что-то было. Там мы во сколько раз получите больше матерей, сестер, домов. И это благословение, которое было на Бесноватом исцелившемся от рук Христа, да пребывает на каждом из нас. И чтобы мы последовали этому исцеленному Бесноватому и не остались ни исцеленными Бесноватыми, которые со Христом не встретились и не продолжали сидеть на своем месте. Аминь. Аминь. Аминь.